Ну что, здравствуйте, Дмитрий. Я вас категорически приветствую. Очень рад, что вы зашли к нам дать интервью на очень скрупулезную тему, так скажем. Я бы даже не назвал ее скрупулезной, я бы назвал ее мокрой. Ну, тут тоже верно. Итак, Дмитрий, значит, у нас основная тема – женщины и их потребительство. Ну давайте, что вы вообще думаете об этом в целом, насчет потребительства излишнего женщинами? Я могу сказать, что многие экономики мира в большинстве своем, именно в коммерческом секторе, могут, скажем так, это смешно произносить, если честно, но они держатся в большинстве своем на женщинах. Потому что даже люди, которые являются мужчинами и обладающие очень большим количеством денег, я говорю конкретно о миллиардерах и миллионерах в данном случае, которые себе могут позволить покупать в каких-нибудь брендовых ателье одежду за как минимум 3 тысячи долларов, они все равно не сравнятся с женщинами, которые обладают примерно такими же ресурсами. Потому что если мы сравним траты мужчины и женщины, находящихся на одном и том же уровне, то мы можем выяснить, что женщина все равно будет тратить больше денег на различную атрибутику. Я думаю, даже если мы не будем учитывать различную косметику и уход за собой, то конкретно на категорию трат, а именно одежду, женщина будет тратить гораздо больше денег. Но здесь, конечно, можно... У тебя голова опускается. А я уснул. Ну рассказывай, рассказывай. Так вот. Это, конечно, объяснило. Потому что женщина изначально, как у нас в обществе, сложилась так, что она должна быть красивая. Но, знаете... Э merit хуйни вылежем ? ЕЕЕСТ А то говорить, что мы смеёмся с женщинами Это, блять не политаректно Э да. Такого не было.ج Да. Ну. Продолжаем миша все по новой хуйня тебе так никто денег не даст так вот сложилось в обществе у нас так что женщина изначально должна быть красивой и эта тенденция как бы довольно сильно влияет на рынок продаваемые одежды и различных атрибутов для улучшения своего внешнего вида потому что женщины порой настолько сильно этим всем увлекаются что даже не замечает какие огромные суммы они могут на все это потратить начинается все с того что у нас большинстве своем корпорации и иные просто торговые агенты пользуются очень агрессивным маркетингом начнем с того что если мы проанализируем к меру телевизор и рекламу которая там есть до либо же проанализируем уже интернет который стал вторым телевидением то там нам постоянно своем нарративе представляется то что нам фактически утверждает то что мы лохи если мы не покупаем какой-либо товар потому что скажем так этому товару присуждается какая-то определенная ценность как элитарность вы присоединяетесь к чему-то большему то есть есть общество скажем так привилегированных слоев населения которые имеют гораздо больше прав благ и возможности а также власти из всего из этого вытекающего над средним классом и даже будучи средним классом вам дают осязаемую возможность кавычках конечно же присоединиться к этой элите на самом деле вас просто его для того чтобы заработать деньги для никого это не секрет проблема в том что чем чаще вам это повторяет как говорил гиббельс не хочется конечно цитировать нацистов но здесь он действительно прав чем чаще вам это будут повторять тем быстрее вы в это все поверите и для вас станет это обыденность вообще у гиббельса была теория того что как человек может поверить во что-либо до этого должны поступить один поступать одни и те же сигналы из семи разных источников я сейчас конечно не назову все из них но если вам интересно можете конечно же поинтересоваться этой темой и найти ее свободно в интернете я не думаю что это составит для вас какой-то особый проблем так вот первый источник это радио 2 телевидение 3 возможно кинуть сми 4 это уже если вам скажет ваши родственники друзья какие-то люди на улице и иные и проблема вся в том что если все об этом говорят вы хотите не хотите а все-таки человек это социальное существо которое оповинуется общественным законом если да конечно никакой не затворник либо мизантроп они на самом деле в большинстве своем социальные девианты и довольно сильно отличаются от всего этого о чем я сейчас говорю им вообще абсолютно насрать на все это потому что это не для них они сами от этого отказа в этом есть как минусы так и плюсы но мы об этом сейчас не говори так вот вернемся к тому вас стараются приблизить какой-либо а такой элите вам дают возможность скажем так но вас просто твоего для того чтобы работать с вас денег и это повторяется каждый год каждый год люди на это покупаются но есть люди которые даже находясь в маленьком материальном достатке умудряются купить эту осюзаемую возможность присоединиться к чему-то большему и элитарному таких людей на самом деле даже жаль потому что они ради такого берут кредиты к примеру на iphone какой-нибудь macbook либо ipad все-таки для кого не секрет что продукты apple у которых конечно безусловно имеются некие особенности которые порой выходят для вас боком ну примеру это самая распространенная ситуация это не сортированная файловая система как примеру и в андроиде либо windows всегда если мы говорим о android и ios устройствах а также сравниваем windows и макбуковская то там значительно разится сортировка файлов системе поэтому если вы например на айфоне захотите из его памяти достать какую-нибудь фотку подключив компьютеру то вы хуй найдете сначала эту фотку потому что там все как в помойном ведре как говорил наш верховный главнокомандующий вот с андроидом и windows согласны кстати согласно с андроидом и windows здесь конечно все проще но проблема здесь вся в том что iphone представляет довольно все-таки элитарный класс по той причине что он довольно хорошо может компоновать свои продукты таким образом что вам в первую очередь очень удобно ими пользоваться и очень приятно в особенности это то как они обрабатывают металлы для своих телефонов либо же айпадов я сам не скрываю пользуюсь айпадом очень приятный на ощупь металл который очень хорошо отшлифовали и он уже я им пользуюсь существенно долго долгое время и этот металл до сих пор вообще не практически не стерся и на ощупь остается таким же приятным как и был изначально при покупке и самом первом использовании поэтому говоря о качестве продуктов которые представляют из себя компания apple здесь конечно говорить об этом нет смысла проблема взять себя в том что мы уже говорим об элитарности потребляции поэтому давайте не будем отходить от темы и мы можем поговорить да так скажем перейдем непосредственно к потреблятству потреблятство она вообще на самом деле и я бы обезличил на самом деле потому что ему как подвержены могут быть так мужчины так и женщины но в большей мере все-таки потреблятством выражаются женщины преимущественный контингент до самый нативный пример мы можем провести вот женщина идет либо девушка либо девочка идет по торговому центру и видит агрессивную рекламу что представляю бой что имею ввиду под агрессивной рекламы это яркие ценники яркие какие-либо скидки зачастую используются очень агрессивные цвета такие как желтый красный которые действуют вам на подкорку и привлекают ваше внимание таким образом что вы даже сами этого не замечаете фактически вами манипулируют но это нормальные законы маркетинга которые уже устоялись нашем обществе мы ничего против этого не имеем иначе другом случае наши бы экономики практически не росли потому что люди покупали только то что им нужно а если бы они покупали только то что им нужно мы бы фактически не развивались по той причине что экономический сектор практически никуда бы не двигался спрос и предложение бы колебались только от цикличных кризисов но они у нас происходят каждые 5-6 лет порой даже меньше времени нужно так вот и женщины зачастую берут чехольчики какие-нибудь которые вообще зачастую не нужны и у них уже может быть огромная стопка их дома но они все равно берут новый почему вы скажете да я тоже задаюсь тем вопросом и до конца до сих пор не понимаю возможно потому что вы они очень понравились они очень красивые но тогда складывается такой вопрос всего этого почему же они взяли тогда предыдущий раз эти же чехлы непонятно видимо это просто уже входит привычку это очень нехорошая привычка потому что вы тратите свои деньги не пойми на что когда вы могли их отложить и потом каких-нибудь образом преувеличить я сейчас намекаю на кончик банковский вклад либо вложение в фондовый рынок но это все конечно надо делать с умом потому что обмануть вас могут в любой сфере экономики все таки мы живем при капитализме тоже надо учитывать вот так же женщины любят покупать различные одежды которые как бы зачастую им даже не нужны а если нужны то буквально на один или два раза что же не совсем понятно для чего они делают потому что у них огромные гардеробы но у них вечно ничего нет чтобы они могли что-то надеть здесь конечно проблема уже пересекается с парнями у нас обычно него что играть потому что мы все это уже переиграли и вот как раз таки встает проблема как же нам поменьше потреблять но здесь я думаю что нам нужно начинать самих себя и как-то анализировать наши траты чтобы более эффективно расходовать наш бюджет и где-нибудь процентов 50 тратить даже возможно 70 на себя и какие-то важные нужды а также развлечения конечно же на развлечение иначе вы просто перестанете копить эти деньги куда-то их инвестировать конечно же в свое будущее и процентов 30 откладывать от своих сбережей от своего бюджета и не важно какими суммами вы располагаете вы можете располагать месяц хотя бы даже тысячи рублей вот допустим 70 700 рублей вы потратили а 300 отложили и за год у вас уже сложится целых 3600 рублей казалось бы простое действие каждый месяц откладывать деньги но как же это сложно настолько же сложно как начать заниматься спортом с нуля здесь все дело состоит уже в основном в самодисциплине и привычки если вы этим занимаетесь не осознанно но не имеете какой-либо цели вы конечно этим всем позанимаетесь но она или поздно вам надоест это делать и вы снова это забросите и сколько раз бы вы это все не начинали заново делать говорил вас far cry 3 вы знаете что такое безумие безумие это повторение одной и той же вещи с надеждой на изменения вот так же и вы можете бесконечно как пытаться заниматься спортом потом снова бросать либо пытаться откладывать деньги которые в будущем точно также потеряете эти слова как никогда уместны эти деньги вы можете потерять как из-за инфляции потому что все-таки наша экономика да и любая другая экономика подвержена инфляции по той причине что все-таки мы состоим в мировом сообществе они просто в каком-то унитарном либо неважно какой любой другой форме территориального устройства государства до инфляция растет каждый год порой она меньше порой она больше это все нужно учитывать и если мы возьмем 50 рублей в прошлом году то в этом году мы гораздо меньше сможем купить на эти же самые 50 рублей я думаю ним до кого это не секрет если даже сравнить цену на души ног до можно сказать что в нашей стране можно создать индекс доширака я понимаю что это звучит довольно весело и забавно но в американской экономике есть такой индекс бургера да и в чем он состоит состоит он в том что при условии какой-то определенного количества удельных единиц денежных единиц мы можем купить количество бургеров и чем доступнее эти бургеры тем для нас лучше потому что соответственно инфляции у нас меньше если же у нас бургеров в количестве которые можно купить гораздо меньше то все не так хорошо как хотелось бы у вас есть да там скидывали да так скажем на почту да такое мини интервью да да суетах рассмотрим что-то там было хорошего очень сказанных, я б щас тоже покумарил. Так, это... Ну, я хуй его знаю, блядь, типа, разнообразных, блядь, от ёбаного лаймового цвета какого-нибудь до, блядь, ёбаного цвета пенки океанского бриза, блядь, и нахуя им вся эта ёбанутая палитра, если они её в большинстве своём не носят, блядь, а если начинают носить, носят дома, чтобы что, блядь, возьми ты просто купися. Ладно, так я про это уже был рассказал. Да, это я уже затрагивал, здесь конкретно говорилось про цвета разнообразной одежды, а конкретно я здесь говорил про носки, то что они покупают практически всю палитру цветов, но могут носить гораздо меньшее количество самих пар носков, так и покупать их, потому что в большинстве своём они просто-напросто лежат. Я понимаю, если бы они покупались на будущее, да, и действительно использовались просто на протяжении каких-нибудь пары лет, да, но зачастую так оно не случается, и просто это количество носков с каждым разом растёт. Возможно, так не у всех, я конечно же не хочу ни в коем случае обобщать всех женщин, потому что все они разные, и у всех у них разные отношения к деньгам. я знаком с многими женщинами, и поэтому могу спокойно это утверждать. Потому что одна моя хорошая подруга точно так же почти что относится к деньгам, как и я. Она тоже не совсем понимает, зачем столько денег покупать, зачем столько денег тратить и покупать все вот эти бесконечные безделушки. Но так же я видел у других женщин, которые постоянно покупают какие-то различные чехлы, покупают постоянно различную одежду, и потом в конечном итоге её практически никогда не используют. Поэтому здесь, конечно, проблема нашего общества и, в принципе, менталитета самих людей, которые просто не были обучены культуре денег. Это огромная проблема для нашего общества. Её надо решать, но она, к сожалению, не стоит, как одна из первичных, которых действительно нужно решать. В первую очередь, потому что она двигает экономику вперёд. Смотри, в общем, такая тема есть хорошая, которую ты вскользь упомянул, но хотелось бы всё-таки более углубленно услышать на неё ответ. Месячные, месячные, тире или равно мозгоёбство и так далее. Ходи, думай, чем провинился и тому подобное. Что вообще ты об этом думаешь? Как это вообще можно объяснить? Это скользкая тема, на самом деле. Скользкая, но, тем не менее, у нас сцепление-то хорошее. Ты не стесняйся. Каждый, как бы, может к ним относиться по-разному, но факт того, что они существуют, конечно, отрицать никто не будет. А если и будет, то это просто фактически идиот, который не учился в школе. Ну да. Потому что всем нам преподавали такую науку, как строение человеческого тела. Зачастую это происходит в восьмом-девятом классах, в зависимости от программы обучения. некоторые, по-моему, даже в седьмом это бывает. Так вот. Проблема здесь вся в том, что женщины зачастую любят использовать свою физиологическую особенность для того, чтобы отмахиваться от каких-либо проблем, которые возникают вследствие их характера какого-нибудь, не особо хорошего, либо плохого настроения. Потому что они не очень любят себя держать под контролем, когда они уже хорошо устроились. К примеру, когда вы уже в отношениях с ними полгода, а то и год и более. Как бы, да, цветочно-конфетный период – это все прекрасно, но он зачастую длится только максимум месяц. У некоторых, конечно, это продолжается и более, но мы берем довольно средние сроки. Я, скажем так, тоже частично через это проходил и зачастую видел, как этот человек начинает меняться. Зачастую в лучшую сторону, зачастую в худшую. Если в худшую, то как бы здесь уже можно идти на какой-нибудь компромисс, но если у вас только это взаимно получится. Иначе в таком случае люди просто будут терпеть друг друга и ничего из этого хорошего не выйдет, потому что рано или поздно все эти проблемы вскроются как гнойники какие-нибудь, которые очень долго росли. И в соответствии с этим всем сказанным произойдет просто расставание на почве того, что люди просто не смогли ужиться друг с другом и как-то обсудить проблемы. Вот. А также есть женщины, которые не прикрываются всем этим. Совсем недавно я встретил подругу, у которой бывает проблема, да, конкретно то, что у нее подошел цикл вела она себя действительно нормально, скажем так. Она никаким образом не вела себя как человек, который вечно от всего раздражен, да. Да, человек действительно в таком состоянии чувствует себя не лучшим образом. Потому что боли в животе, которые могут продолжаться как полдня, день, порой некоторых даже месяц. Либо же недели. А это ужасно на самом деле. Здесь никто с этим спорить не будет. Но как бы контролировать себя тоже нужно. Потому что я думаю большинству в детстве говорили, что если вы хотите, чтобы вам хорошо относились, то и относитесь к этому человеку с которым вы общаетесь тоже хорошо. В таком случае как бы ни у кого не будет проблем, да. Но я конечно не спорю с тем, что порой просто нужно войти в положение у человека может быть не самый худший день. Но здесь же мы говорим о том, что такая проблема происходит на постоянной основе. Если человек постоянно будет пользоваться такой отмазкой, то рано или поздно это тоже создаст определенную проблему. Потому что такие действия, они как, знаете, накопленная усталость. Сначала вы не замечаете это все, да. А она вся копится и копится и копится. И вот предположим, что у вас в скором времени какой-то дедлайн по работе, либо по учебе, да, абсолютно не важно. Допустим, вам нужно сдать какой-то проект. Вот вы садитесь ночью, потому что как обычно все оставили на завтра. И начинаете работать. Потом вы начинаете очень резко чувствовать себя плохо и просто-напросто отрубаетесь и просыпаетесь утром, когда вам уже нужно идти и сдавать эту работу, а у вас ее фактически нет. Здесь точно так же с отношениями. Просто метафора будет немного другой. Все просто точно так же накопится и выльется в не лучшие для вас обстоятельства, которые будут нести некоторые последствия, конечно же не лучшие для вас. Как-то так. И все-таки вот главный момент. Почему или для чего может быть им выгодно создавать такие ситуации, когда молодой человек, скажем так, на ровном месте провинился и должен искать непонятно какими методами, в чем он провинился. Я тоже сталкивался с этой проблемой на самом деле, когда поссорился с этим человеком. И закончилось это не лучшим образом, потому что нам пришлось разойтись. И зачастую такая проблема, когда возникает, здесь на самом деле непонятно как себя вести. Потому что это просто-напросто женская природа и порой просто невозможно понять. Сами по себе женщины зачастую бывают очень капризными детьми, которые хоть и выросли, но до сих пор ими остаются. Им просто нравится капризничать, блядь. Да, представляете себе. Знаешь, вот как ты сказал, сейчас ремарку сделаю, перебью то, что девочки маленькие, они вот все любят капризничать, да? Да. Ну то есть, как ты говоришь по природе, это факт. Если, допустим, родители в определенный момент их взросления не будут пресекать вот эти попытки добиться всего чего угодно капризами, то, соответственно, ну сам знает, что вырастает из этой девочки. Ну, если мы говорим в таком отношении, то да, если это не будет пресекаться еще в детстве, то да, в будущем человек просто закрепит такую социальную модель поведения и будет ей успешно пользоваться, как зачастую это и происходит. потому что порой я никакой образа не хочу упрекнуть родителей, которые таких детей воспитывают. Просто порой это складывается таким образом, что у них, ну, просто не получается в связи с некоторыми факторами это все уследить. Да, и дети действительно могут вырасти достойными, хорошими людьми, которые будут творить действительно прекрасные вещи, достигать каких-то новых вершин и продвигать наше общество вперед к прогрессу, но здесь же мы говорим о социальном аспекте, который не так сильно на это все влияет. И это действительно проблема, потому что если не усадить за ребенком в детстве, то в будущем это все только хуже становится. И знаете, есть такая тенденция, чем человек стареет более, тем больше в нем негативные его качества проявляются. Вы по-любому сами можете это на себе заметить. Да, допустим, ваши родители зачем-то не уследили в детстве за вами. Да, ну, допустим, это вы любите очень сильно сладкое. И в будущем вы так и будете больше и больше поколощать сладкого. И сами это не заметите и не откажетесь от этого, либо не сократите дозу. Да, и вследствие этого может у вас развиться сахарный диабет, либо ожирение, да. И так на самом деле совсем... Ну, может с аллергией начаться вообще. Это такое самое как бы бицепидное, но неприятно. Да, извините меня не медик, я в этом не разбираюсь, просто знаю к чему это ведет. Вот. Поэтому, да, воспитание это очень важно, но за всем все-таки не уследишь. Поэтому, возможно, решение здесь может быть такой же компромисс. В принципе, все отношения должны строиться на компромиссах. В какой-то мере тоже уступки, потому что не все можно решить, да. Но большинстве своем на компромиссах. Иначе, если не будет взаимного согласия, доверия, да, и... Я не знаю. Любви? Что это такое, в принципе? Сожительство? Ну, разве только так? Еще вопросы? Как ты хорошо сказал. Так вот. Вообще, большинство вопросов уже отпало, потому что, как бы, все нужные аспекты мы затронули, да. Я не знаю, может быть, ты хочешь что-то добавить от себя, что мы не затронули. Все, что я хотел сказать, я уже сказал. Ну, вообще, по сути, да. У нас что, мы затронули тему и потреблятства. Именно не потребление, а потреблятство. Потому что, опять же, всякая хуйня там вплоть до косметики. Я прошу прощения, ты косметику затрагивал? Я говорю, что они лишь больше на это тратят, потому что в обществе так сложилось. Есть люди, которые с этим действительно могут переборщить. Именно в количественном, да, плане. А пользуются они могут ей очень долгое время. Здесь все дело идет именно в потреблении. Мы здесь не говорим о том, как человек этим пользуется, да, зачастую. Да, я именно и говорю о том. Да. Смысл термина потреблятства, все-таки хоть и не экономический какой-то научный термин, а более устоявшийся просто в обществе, это высшая форма проявления потребления. Когда человек уже делает это все основываясь на каких-то устоявшихся его привычках, которые ему полностью удобно, его все это устраивает. И он просто покупает гораздо больше, чем ему действительно нужно. На самом деле такое происходит в странах третьего мира. Это не может происходить. Зачастую это происходит в странах первого и второго эшелона, скажем так, да. А здесь, кстати, мы можем уже говорить про США, про Германию, в целом даже про всю Европу. Также Российскую Федерацию. Она в этом плане от них ничем не отличается. Здесь точно так же люди, у которых есть какой-то материальный достаток, так они могут потратить гораздо больше, чем им нужно. И это, в принципе, нормально, потому что есть закон о потребительской корзине, да. Он гласит о том, что чем больше у человека финансов, тем больше он может тратить на какие-то развлечения, еду, то есть повышать уровень своей жизни. И это нормально. Дело все в том, что вам всем людям нужно это учитывать, потому что если мы не будем учитывать, то это может вырасти в какие-то очень плохие и плачевные для нас последствия в будущем. Если же мы говорим о финансах, то, допустим, человек работал не на особо такой хорошей работе, да. И большую часть своей зарплаты он получал в серую, да. Ну, зачастую это так и бывает. То есть по факту он получает, допустим, 80 тысяч, но на сберегательный пенсионный фонд уходит только 30 тысяч. И в итоге человек приходит уже в пенсионный возраст вступает, да. А пенсия у него 12 тысяч. Ну или сколько у нас сейчас? Уже 15, по-моему, что-то в этом районе. И ему этих денег будет не хватать. А сберегательные каких-то вложений у него не было изначально. И в итоге он фактически выживает, потому что чем старше ты становишься, тем больше у тебя болячек вылезает. А это здоровье. На него в первую очередь надо все тратить. Ну, некоторые люди, которые являются, возможно, скрягами, да, они любят тратить деньги на здоровье. Это тоже, скажем так, не очень хорошо, потому что чем больше вы денег скопите, тем хуже для вас может быть. Потому что если вы не тратили их в первую очередь на себя, а просто бездумно копили, ну, для чего это? Чтобы умереть от количества болезней, которые будут превышать возможности, чтобы их вылечить. Ведь вы же понимаете, что здоровье – это очень важная часть жизни. А забота о здоровье – это еще более важная вещь. Потому что здоровье, какое оно было у нас, оно не было, да. Ну, даже если генетически так сложится, что вы мало подвержены каким-нибудь заболеваниям, да, вы можете не болеть два года, а то и два с половиной, даже три, может быть десятилетия, да, у вас может быть бесконечно хороший иммунитет. Но, допустим, у вас есть предрасположенность к гепатиту В, да, и вам проще им заболеть. Вот вы им заболели, а денег у вас нет, чтобы его вылечить, и в итоге вы страдаете и можете даже умереть. Вот так вот. Если у вас нет какой-то финансовой подушки, вы в проблеме. Смотри, вот тему потреблятства, допустим, мы затронули, в плане то, что, типа, не то, что пользоваться косметикой – это пиздец, а когда ты перебарщиваешь с затратами на нее, это уже реально начинается пиздец. Ладно, это затронули. Смотри, допустим, мы затронули потреблятство, мы затронули такой момент, когда скапливается очень много ненужных вещей, вплоть до, там, ну вот, знаешь, это платье на один, на два раза, блядь, и потом оно не нужно, хотя оно там чуть ли не идеально новое. Здесь есть выход из этой ситуации, как можно реабилитироваться даже. Если у человека очень много бесполезных вещей, которыми он не пользуется уже на протяжении долгого времени, он может, как бы, увеличить свой бюджет, да, и вложить эти деньги на будущее каким-нибудь образом, да. Это может быть как образование, так и просто сберегательный счет, либо какой-нибудь отдых, да. Ну, просто человеку нужно поставить осознанную, важную лично для него цель. Это может быть как покупка машины, так и много других любых вещей, которые человек лично хочет от своей жизни и хочет их, соответственно, достичь. То есть, если у вас очень много каких-нибудь активов, либо пассивах, и вы именно не пользуетесь уже на протяжении долгого времени, вы можете просто-напросто от них избавиться и из вещей, из них причем выгоду. Вы можете их просто продать. Ведь существует множество способов. Можете как просто найти человека в обществе, из вашего окружения, да, и продать ему эту вещь, так и можете выставить их на какой-нибудь торговой площадке, такой как Авито, ЮА. Существует множество различных площадок. Я не буду называть все, потому что их бесконечно много. Здесь проблема в том, как вы ко всему этому относитесь. Вот последнее, наверное, все-таки одно из главных, то, что мы должны были затронуть все в начале. Как это объяснить-то, знаешь, покорректнее? Возьмем недавний случай такой, да, когда, допустим, вот человек, женщина, девушка является в такой финансовой ситуации, когда, допустим, ей нужно очень грамотно раскидывать свои расходы, да, то есть... Точнее, планировать, да, назовем это вот без жаргона. То есть, ей нужно планировать свои расходы, дойдем до банальности, допустим, вот этот человек учится платно, вот, накапливает определенную сумму, близкой к той, которой нужно платить, и за день, скажем, за два до оплаты учебы, человек, допустим, идет в магазин, и вот, опять же, повторяет ситуация с этими... с красивыми вещами, с ценниками там красными-желтыми, все-таки... Как ты думаешь, от чего вот может такое зависеть? Почему большинство... Ладно, давай будем говорить не большинство, но какая-то определенная часть девушек либо не хочет, либо не понимает, как эти деньги тратить и как распределять. Что вообще на это способствует? Почему, допустим, если девчонки там с подружками пойдут по магазинам, они сто процентов будут заходить в магазины одежды, то большая вероятность, что вот эти деньги, накопленные на ту же учебу, какая-то часть из них потратится на абсолютно бесполезные вещи. Ну, это мы вот вначале обговаривали, да, то есть, когда у тебя есть очень много всего, и ты все равно идешь и покупаешь, потому что, блядь... Потому что что о тебе люди подумают? Ну, во-первых, можно начать с того, что покупка большого количества вещей для них это уже просто устоявшаяся привычка, от которой действительно очень сложно избавиться. ведь существует способ, как можно тратить меньше денег, ибо столько же, да, но в количественном соотношении вещей у вас будет гораздо меньше. Можете покупать просто более качественную одежду и более скрупулезные под себя подбирать. И здесь дело будет уже в том, что вы сможете дольше ее носить, потому что она более качественная и износится, и, в принципе, ресурсов у нее больше, соответственно. Вот. А так это уже просто у нас в культуре так сложилось, что если вы куда-то собираетесь, вы обязательно должны что-то купить. Люди просто-напросто привыкли тратить деньги, особенно девушки, потому что они меньше сталкиваются с такими проблемами, как нехватка финансов. Зачастую девушкам их родители дают больше денег, чем парням, потому что у парней зачастую ставятся такие установки в жизни именно родителями и обществом, что ты должен зарабатывать деньги. Ты будущий кормилец. Женщинам же говорят, ты будущая домохозяйка какая-нибудь, я, конечно, утрирую. Все могут заниматься... Принцесса, ты будущая принцесса, тебя будет обеспечивать твой принц. Не, ну бывает такое, будем честными, сами с собой хотя бы. Здесь мы говорим уже в частном случае. Ну, в принципе, эта ситуация тоже частная, поэтому можно так и утверждать, что их воспитывают в таком направлении, что они могут тратить денег столько, сколько они захотят. И им объясняют, конечно, что деньги все время тратить нельзя, потому что у них фактически их просто не будет. Да, и могут дать их раз, могут их дать два, но на третий случай, когда им эти деньги уже понадобятся, возможно, им их не дадут. А возможно, дадут, но в последний раз. Потому что, ну, бюджет у всех не резиновый, даже у олигархов. Нам всем это надо понимать, потому что основная проблема экономики это все-таки ограниченность ресурсов. Если бы у нас были неограниченные ресурсы, все бы мы были как Билл Гейтс. Но что-то я не вижу на улице миллиардеров всех. Видимо, это не так. Все в нашем регионе. Да не то, что регион, какая разница. В Москве тоже не так много миллионеров. Здесь все зависит от того, как человек относится к деньгам. И если перед ним встает проблема резкой необходимости денег, то он будет учиться ими оперировать. В первую очередь, чтобы деньги сохранить, вам же нужно встроить свой финансовый план. Здесь все уже говорится о том, что вы не должны тратить деньги. Вы должны их тратить с умом. Вы можете точно так же тратить свои деньги на какие-нибудь развлечения, пойти в кино, заказать еду. Чем, конечно, я не советую заниматься, потому что гораздо дешевле можно потратить деньги. Точнее, не дешевле, а гораздо меньше можно потратить денег, на еду, которую вы можете приготовить дома. Это аксиома. Конечно, иногда бывают такие очень вкусные, скажем так, скидки на еду, когда вы действительно можете сэкономить, но здесь все надо считать, а это никому не нужно. А вот это никому не нужно. Потому что это уже слишком скрупулезно, надо всем этим заниматься. Считать каждую копейку, ну, вы просто будете каждый день это все тратить. Все время. Поэтому у вас не будет времени ни на саморазвитие, ни на просто какой-либо отдых. Вы просто перегорите и будете находиться в какой-то пространстве, а потом откажетесь от всех тех идей, которые вас привели к тому, что вы этим занимаетесь. И можете скатиться опять, потребляться. Можно все это представить, как некоторые этапы развития человека. Даже его эволюции. То есть все начинается с действительно обычного потребителя, который просто бездумно все покупает. Но когда у вас ресурсы начинают кончаться, вы начинаете задумываться, да? А как мне сохранить эти ресурсы? Чтобы в будущем, если настанет какой-то форс-мажор, я мог бы эти деньги потратить, когда они мне действительно понадобятся. И вот здесь как раз-таки мы начинаем расходиться. Именно в отношении мужчин и женщин. Мужчине говорят, мы тебе денег не дадим. Ты их потратил, вот в следующий раз не будешь столько тратить. И мужчина действительно может научиться этому. Но если... Кстати, можно ремарку? Нет. Смотри. Почему очень часто бывает такое, что, допустим, девочкам там, ну или там уже только формировавшимся девушкам, да? Ну, короче, малолеткам ебаным. Очень часто, допустим, в плане денег много позволяет, да? А вот, допустим, пацанам, вот даже сам по себе вспомни, да? Вот. По-любому бывали случаи, что когда, допустим, можешь попросить там на что-то денег, ну или еще как-то аккуратно затронуть вопрос денег, тебя либо просто культурно пошлют, либо, ну типа, нет и все. Там либо давали, либо, блядь, иди работай. То есть, понимаешь, это очень такое странное... Я уже об этом говорил. Это просто сложившееся в обществе менталитет. Когда парень должен зарабатывать, девушка должна эти деньги тратить. Вот. Это в корне неверная установка, на самом деле. Потому что тратить и зарабатывать должны оба пола. Тут же и проблема уже встает, именно если мы в быт идем, да? И в домашние обязанности. И гораздо проще разделять, чем на одного человека скидывать, и потом этот человек вам будет предъявлять за то, что вы не выполняете эти домашние обязанности. Если вы их просто разделите, да, то... Ну, заранее договорившись, конечно же, то вам будет жить проще, и конфликтов на этой почве у вас будет меньше возникать. Да, ну, они, конечно, будут возникать, но уже по поводу качества выполняемых вами функций, да, которые были оговорены раньше. Вот. Здесь же, ну, это фактически тоже можно отнести в экономику. Это разделение труда. Представьте себе, если бы на конвейерном станке машину собирал только один человек, да? Ну, вот, допустим, у нас есть 500 рабочих, да, и какое-то ебанутое огромное производство, где у нас каждый человек собирает по одной машине. Представьте, как долго бы эти машины собирались. Но если мы распределим производственную цепь таким образом, что каждый человек будет отвечать за каждую единицу, то, во-первых, качество у нас повысится, потому что он будет более детально разбираться во всем том, что он делает. И скорость со временем будет производство расти, потому что люди набираются опыта. Вот. Потому что, опять же, никто не застрахован от каких-то непредвиденных событий, да? Вот так же здесь, что если вы разделяете свои обязанности, то, как бы, и вы будете больше опыта в этом иметь, и качество выполняемых вами, я не знаю, можно ли сказать услуг, да, действий, наверное, да, и обязанностей будет выше. Соответственно, и претензий к вам в будущем будет меньше. Но здесь уже я, конечно, не хочу никому лезть в нижнее белье, скажем так. Каждый дрочит, как он хочет, да? И если бы я рассматривал такую модель поведения лично для себя, меня бы она полностью устраивала, да? Допустим, человек другой просто готовит, да? А я, например, ну, мою посуду за ним, да? Я мою пол, он пылесосит ковры, да? Я поливаю цветы, он вытирает пыль везде. Ну, вот, как бы, просто разделение труда порой, да? А если мы возьмем количество всех этих действий, и их выполнял бы один человек, для него это затратно. Он бы быстрее терял свою энергию. А если мы ее разделим, то, да, мы оба потеряем ее меньше, а работа будет выполнена, возможно, даже быстрее. Вот. Если уж касаться того, что деньги, которые дают девушкам, я вообще начинал это делать, вы меня перебили. Им, да, им чаще дают деньги. И из-за этого отношение к деньгам у них совершенно другое. А у человека может ошибочно сформироваться такое отношение к деньгам, что они у него бесконечные. Потому что, если они у него закончатся, то добрая мама, либо папа, либо мама с папой дадут денег снова. И вы снова сможете покупать какие-нибудь свои капучино, латте, маффины, чизкейки, какая-нибудь одежда, которая вам понравилась сразу же. Да? То есть, фактически себя не сдерживать и скатываться в потреблянство. Если же вам ограничить этот ресурс, вы хотите, не хотите, вы будете относиться более бережно к этому ресурсу, и пытаться его сохранить, а в будущем и преувеличить. Потому что каждый понимает, что чем старше он становится, тем больше денег ему понадобится. Потому что будут вылезать проблемы со здоровьем, будут проблемы вылезать с бытовыми проблемами, да, транспортными. То есть, это покупка машины, жилья, обустройство этого жилья, заботе о своем транспортном средстве, о своем здоровье. Это лишь базовые вещи, да, мы уже не говорим о душевном состоянии здоровья, да, и о каких-нибудь просто развлечениях, да. Это все деньги, и довольно большие. Поэтому, если не увести учет своих денег, то они просто потеряются. И вы можете вот оказаться в такой неприятной проблеме. И если у вас есть девушка, либо парень, вы скажете, ну, ты же заплатишь за меня. И вот точно так же вы можете взять кредитную какую-нибудь херню, которая вам не нужна, да. И, ну, ты же заплатишь за меня. И, фактически, вы просто перекладываете роль ваших родителей на человека, который вас любит, да. Вы просто делаете их своим родителями за. Просто, а с родителями это снимаете время. Потому что, ну, вечно они не будут вас на себе тащить. Они будут вас все время любить, да. Но к деньгам они вас приучили, но потом они их давать вам не будут. Потому что у них со временем тоже их будет становиться меньше. Потому что они будут стареть. Рано или поздно уйдут на пенсию. Если ваши родители только не какие-нибудь учредители крупной компании, либо учредители просто какой-либо компании, да, которые они построили с нуля и имеют стабильный большой доход. Да, тогда-то они, конечно, будут вечно работать, либо просто перевожат свои обязанности на кого-то и будут иметь пассивный доход. Но мы же говорим здесь сейчас уже более об общих положениях, да. Я не думаю, что у всех родители имеют бизнес крупный, который может приносить стабильно по полмиллиона в месяц, да, чтобы своим детям выдавать где-нибудь, ну, хотя бы по 100 тысяч, да. Хотя я видел таких людей, у них абсолютно извращенное отношение к деньгам, они не умеют их тратить, они не умеют их сохранять. Они тратить, они как раз таки умеют. Неправильно ты говоришь, они не умеют их правильно тратить и имеют. Вот это уже лучше. Ты просто извратил мое предложение. Абсолютно не должен. Так что вот, просто нужно приучать человека к тому, чтобы он планировал свои финансы, да. Просто выделил какой-то определенный бюджет на развлечения, на еду, на транспорт и на сбережения. Если вы это диверсифицируете, а именно если уже переводить этот термин на русский, разделите свои расходы, то вы действительно увидите, что вам так проще жить, потому что деньги у вас всегда есть. Также нужно откладывать деньги на черный день. Она же финансовая подушка. Можно использовать концепцию неиграемой суммы, да. Ну, на данный момент, если вы молодой человек, либо девушка, можете взять минимум 5 тысяч, да, которые у вас всегда есть. Допустим, вам понадобилась какая-нибудь там одежда, без которой вы жить не можете. И эти спокойно 5 тысяч вы можете потратить на что-либо. Вот и все. А если бы у вас этих денег не было, вам их, например, могут не дать. И как вы будете из этой ситуации выкарабкиваться, тоже непонятно. И дело здесь все в финансовом плане, что это сугубо интуитивная и личностно ориентированная штука. Потому что для всех расходы разные. И этот финансовый план можно двигать. Только здесь вопрос уже встает о том, сколько сбережений у вас будет оставаться. Но здесь сугубо тоже субъективная вещь. Сколько вам нужно? Сколько вы планируете, чтобы у вас осталось? Все приходит с опытом. Я считаю, это было прекрасный интервью, потому что мы сейчас затронули абсолютно все. Решили, думаю, большинство проблем, вопросов. Будем, конечно, надеяться, что некоторых людей это выразумит. Кто-то, может быть, захочет поспорить. Впоследствии будет разъебан, поэтому мы не советуем. Но спор прирождается истина. Спор – это как бы дискуссия у нас, если будет, мы же все равно разъебем. Потому что есть спор, когда человек неправ, но он считает, что он прав, и типа пытается доказать это все впустую. А есть спор, допустим, если мы берем с тобой, допустим, определенные факты из мира, из жизни вообще, из статистики, из мировой, из любой, которые нереально оспорить, сам пойми. Так что бы этот человек не сказал, человек впоследствии спора будет уничтожен. Как морально, так и психически. Поэтому не советуем. Тут выборов, выходов немного. Тут принять и начать работать. Ну, значит, человек просто может вас послать нахуй и сказать, иди в пизду, пожалуйста, мне такие отношения не нужны, и все. Ну, на самом деле, если он так сделает, то просто не ваш человек. Мы говорим даже не про отношения, а, допустим, про тех людей, которые увидят вот это интервью и будут с чем-то не согласны, начнут... Ну, давай скажем прямо въебываться, начнут на факты. Как мы знаем, факты они неоспоримы. Ну, я думаю, ты, Дмитрий, это, ну, по себе знаешь. Поэтому, опять же, призываем задуматься, призываем как-то, что ли, начать меняться в лучшую сторону. Главное, всегда мыслить критически. Вот этим вот котелком нужно варить. Ну, или хотя бы начинать. Неважно, сколько тебе лет. Никогда не поздно, никогда не рано. Ну, что, Дмитрий, получается, что спасибо, что посетил нас. Ну, может. Достаточно ёмкое вышло у нас видео. Поэтому мы сейчас данный материал сохраняем. И прощаемся, да? Да. Ну, всё, получается, до свидания. До свидания.